Телекомпания Пилот ТВ и Россия другие реформы представляют, понимаете? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так я и сказал незнакомому мужчине, где я живу, Можайское шоссе, дом 15, квартир 43 А почему же вы берёте с нас не в Можайских рублях, а во вражеских долларах? Так у вас что, баксов нету? Серёга! What happened, Дуня? It's alright, уважаемый! Две пары трусов! Мы за доллары не торгуем, только рубли! Серёга! 20 рублей за доллар! Что? Такой курс у нас в магазине! А вы в курсе, что это грабёж? Ну, шеф, а как же мой подарок? Ну, хорошо, хорошо! Давайте! Уважаемая, две пары трусов! На эти деньги только без резинки! С вас ещё полторы тысячи! За что? А-а-а! Так у вас нет денег! Серёга! Что происходит? Две пары трусов стоят 300 долларов! Мы меняем их на рубли, и нам не хватает! Где же нас дурят? Хе, ничего не понимаю! Боже мой, подумал шеф, как объяснить этому наивному человеку, что в магазинах торгуют на кривые рубли? Что они специально ставят цены в УЕ? Что у магазина свой курс, а в обменном пункте свой? И на этой разнице они и наживаются! Шеф посмотрел в преданные глаза коллеги. Нет, решил он. Нельзя ему говорить всей правды. Да! Ещё плюс! Налог с продажи! Не плюс, а минус, коллега! Из наших с вами денег! Вот такое королевство кривых рублей! Ой, шеф, у меня такое чувство, что надо как-то спрямить наш рубль! Вот-вот, это чувство, коллега, и будет моим подарком на ваш день рождения! Таким образом, за невыполнение заказов, фу, наказов избирателей, держателей акций открытого акционерного общества «Россия», гражданин Горбатый, он же член Совета директоров ОАО «Россия», он же депутат, приговаривается к увольнению через подвешивание. Кто «за», прошу поднять свою акцию. Я свою поднимаю. Ой, шеф, по-моему, здесь кого-то подвесили. Ай, какой ужас! Можно я его сниму? Конечно, коллега, будьте так любезны. Ну-с, так скажет мне кто-нибудь или нет, чем вы тут занимаетесь? Вот вы, фамилия? Скуратов. Что, тот самый? Генеральный? Да ну, что вы, какой я генеральный. Я против него куда как мельче. Можно сказать, просто малютка. Ну и что же вы тут учинили, малютка? Скуратов. Да как сказать, занимались повторением пройденного. Это в каком же темном средневековье вы такое проходили? В шестом веке? Не в шестом веке, а на прошлой шестой лекции. Сами же тогда говорили, все мы граждане России, в смысле ее акционеры. И если кто из нанятых нами депутатов, то есть директоров компании не справляется, то мы с ними расправляемся. Резонно, отметил про себя шеф и посмотрел на депутата. Однако этот беднега ни в чем не виноват. Надо срочно принять программу по оживлению рубля и поручить правительству строго ее исполнять. А этот несчастный должен следить за ее исполнением. И если не справится, тогда можно и повесить. Но уже не за ноги, а за я. Шеф, шеф, что с депутатом будем делать? Помиловать! Радуйтесь, уважаемый, вы получили отсрочку приговора на четыре депутатских года. Идите на свое место среди народа и служите ему хорошо в соответствии с программой. Программа это, конечно, хорошо, но кто же ее даст? Может, президент из прошлой серии? Хвастать милая не стану, знаю сам, что говорю. Я кредиты не достану, я в финансах не рублю. Не втыкаюсь я в программы и в бюджет банальный. И не рюхаю ни грамма в сфере социальной. И ходи, не унывая, мимо нашего села. Кока-колу попивая, спрашивая, как дела? И коллег своих дурачат, и держись, а молодцом! У тебя-то задача торговать своим лицом! Все, все, к челу ту операцию, пойду в президенты. А что? Я молод, сдалов, я свободно говорю и пишу на двух европейских языках. Как хирург я всегда нахожу в людях что-то хорошенькое. Доктор, что вы во мне нашли? Не мешайте, не мешайте, дружок. Вся наша беда в том, что мы не можем объединить хороших людей в команду. И у нас нет тренера. Тренера, который бы поставил команде ясную цель. Повышение уровня жизни и задачу. Чтобы прийти к этому, мы можем через оживление нашего рубля. Вот я и стану этим тренером. Я поставлю эти задачи и цель. Шеф, ну какой же он душка! Ну какой душка этот наш будущий и программу дал! Ну, просто свой в нашу с вами доску. Успокойтесь, коллега. Быть в доску, а также в дрова, в дрезину и в хлам и нынешние умеют. Кроме того, и своих у нас в ОАО «Россия» 150 миллионов. Так что давайте качество претендентов определять по их программе. В конце концов, будущее поставлено на карту! Понял. На какую карту, шеф? На тройку бубен? Почему? Ну как же, шеф? Символ России – птица тройка за бубенцами! Извините. И кроме того, когда хода нет, ходят с бубей! Вот именно из-за таких ходов, коллега, карта у нас теперь осталась одна. Причем крапленая и многострадальная. Так что давайте смотреть, что ей дает предлагаемая программа. Пункт первый – снижение налогов. Ой, шеф, что вы сделали? Пока не знаю. Пункт второй – понижение учетной ставки центра банка до пяти процентов. Шеф, потрясающе! Вы понимаете, ей явно стало легче дышать. Что легче – понимаю. А что такое понижение процентной ставки – не совсем. А, неважно, шеф. Вы только читайте, читайте. Третий пункт – реальная индексация долгов. Ой, вот про индексацию уже совсем непонятно. Зато мне теперь все понятно, коллега. Этими пунктами мы готовим почву для процветания нашей Родины. Ведь на асфальте трава не растет. Дальше, дальше, ну, дальше. Дальше ввожу последний четвертый пункт – закрепление всех этапов программы в законе и придание им статуса финансовой конституции. Ура! Конец королевству клевых рублей. Программа работает! Рано радуетесь, коллега. Я не прочитал еще самого главного. Программа рассчитана на 15 лет. На 15 лет! Ой, ой, нет, нет! Это мне не нравится! Мне нужно благосостояние сейчас и быстро! Быстро, уважаемые! Только кошки родятся! Ой, шеф! Что это вы сделали? Это не я! Это вы привели в действие свою «быстрою» в калычках экономическую программу! Все, шеф! Все, блин, я все понял! Быстро возвращаемся к программе, которую предлагали вы! Быстро! Нет, медленно и печально. Ну, ё-моё, поезд ушел. Опять не пожили, как люди. Поезд, уважаемый, как раз не ушел. Мы поедем в этом поезде и всеми удобствами начнем пользоваться сразу. Например, кредит. Что? Кредит! Вы можете 15 лет копить и только в конце жизни купить дом. А можете взять кредит, купить дом сегодня и 15 лет отдавать. Ну, хрен редька не слаще. Ни хрена себе не слаще! Еще как слаще! По этой программе дом вы купите уже сегодня. Отдавать будете уже, живя в нем. Ха-ха! Поехали! Не сразу все устроится, удвоится, утроится. Не раз еще накроется все медною трубой. Снегами запорожены, все малость отморожены. Опять неосторожно мы на грабли прем долгой. Александра, Николая и Володю вспоминаем. За Иосифом и Леоней видно Боревым лицом. Что бы ни было в начале, что бы они не обещали, светлый путь наш превращали в тубиковое кольцо. Напоминаем, вы смотрите Академию Собственных Ошибок. Ой, ой, шеф, что это? Мне страшно. Не знаю, коллега, но на всякий случай молитесь. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, коллега! С днем рождения тебя! Спасибо, я так тронут, у меня просто нет этих слов. Понимаю вас, коллега. Я тоже от страха чуть не тронулся. Но слова у меня есть. И эти слова складываются в вопрос. Ребята, вы что, повеселее ничего придумать не могли? Так у поздравляемого день рождения с днем смерти совпасть может. Так вы это, придумали, но сделать без бюджета не хватило. Ой, ну что, этого вполне достаточно. Точно, чтобы инфаркт получить достаточно. Ну-ка, объясните, чего еще было запланировано? По бюджету? По делу! Ну, это, золотое шампанское в серебряных ведерках, значит, фейерверк, прилет Копперфильда в голубом вертолете, бесплатный кинопоказ, 500 эскимо на палочках, торт на тарелочках. И свечки все эти должны быть в торте. И еще... Ну, хватит, хватит! Ну, шеф, а торт? Крепитесь, коллега, не пристало мужчине при всех пускать слезу. Это не слеза, шеф, а слюна. Ну, и почему же вы отказались от этого чудесного плана поздравления? Налоги не получилось собрать, в смысле взносы. Ага, и посколько скидывались? Ну, так это, нам с утра на завтрак дали по рублю, и мы постановились броситься по 95 копеек. Ой, шеф, ну как же они меня любят! Подотрите слюни, коллега. Шеф, это на этот раз слезы. Ну что ж, уважаемая Клавка, что случилось дальше, я скажу и без вас. На 5 копеек, которые остались бы у вас с рубля, у нас не пожрешь. Так что эти, кто стоят, денег не сдавали. А эти, честные, явно упали в обморок с голоду. Граждане, я не прошу вас ваши кровные 95 копеек с рубля. А спрашиваю, неужели кто-нибудь пожалеет 7 копеек своего завтрака для нашего коллеги, который в день своего рождения остался без торта? Не пожалеем! Шеф, все копеек от побожки, держи, коллега! Да, это лена, это лена! Ну вот, коллега, видите, как они все оживились. А все потому, что, собирая взносы, мы учли название нашего биологического вида. Шеф, а при чем здесь то, что мы называем, как это, хомо сапиенс? А при том, коллега, что раз каждый из присутствующих человек разумный, то и налоги с нас надо собирать разумных размеров. Это фантастика, шеф! Нет, коллега, это не фантастика, а всего лишь первый пункт экономической программы. Обидно! За державу обидно! Немцы за 50 лет построили у себя мощное государство! Эти педантичные бюргеры в течение 50 лет потихонечку повышали свой уровень жизни! И сегодня это самая богатая нация в мире! А все дело в целях и задачах! У нас это даже быстрее получится! Я думаю, лет, ну, за 15-20! Только давайте поймем, что мы не банда, а нация! И наши собственные интересы совпадают с интересами страны! И все получится! Ну, ну, простите, голубчик! Я уже устал разбираться, где у вас слюни, где у вас слезы. Что же на сей раз? Это, это отчаяние, шеф! Глухое, черное, отчаяние! Знаете, коллега, если бы вы были Бетховеном, да еще негром, я бы это понял. Ну, а так, ну... Шеф, деньги мне нужны сегодня! Но где их? Где их взять? Расслабьтесь, расслабьтесь, коллега! Программа эта предусматривает! Она сделает так, что деньги на это вам даст банк! И не какой-нибудь западный, прозападный, а наш родной, центральный! Спасибо, шеф! Вы вернули мне вкус к жизни! А адрес Центробанка не подскажете? Стойте, коллега! Что это вы собираетесь делать? Как что? Как что? Хочу воспользоваться вашей программой! И раз она защищает меня от пуль, я могу смело идти брать в Центробанке деньги! Программа эта не фомка и не динамит! Она не позволяет грабить, а дает возможность заняться делом! Да простите, шеф, но я-то как раз и предлагаю пойти на дело! Пожалуйста, вот вам дело в соответствии с программой! Берите в банке кредит и производите тапочки, клепайте самовары, выдувайте бутылки для пива или молока! Шеф, да если я возьму в банке кредит, то при их процентах они сами явятся ко мне в том же виде, в каком я сейчас собирался идти к ним! Стоп! Давайте сперва договоримся, что в таком виде больше никто никому не ходит! А что касается банковских процентов, то я уже говорил, читайте программу! Мы их снизим! Как? А вот так! Все ниже и ниже и ниже, учетная ставка в себе, мой бизнес от этого выжил, в квартире купил я себе! Шеф, но это уже не программа, это просто, это просто книга судеб какая-то! И что же намечается в вашей судьбе? При введении программы я смогу взять кредит, при выполнении программы я смогу отдать кредит, посредине я смогу съездить на Кипр... Коллега, коллега, вернитесь с Кипра! Сначала третий пункт программы, индексация и возврат долгов! Есть, шеф! Рубль, который я брал у вас до получки в декабре 97-го года, вернул вам после того, как таки получил от вас по морде в июне этого года! Священный воинский долг перед Родиной мне списали за плоскостопие! Супружеский долг по согласованию с женой был реструктуризирован и подлежит выплате раз в месяц по мере оздоровления российской экономики и моего организма! Долги отдадут, их бы уже все отдали давно, если бы нас не было! Кабы не было всех нас, матушке России, все, кого зовем мы власть, распрекрасным жили! Жрать и пить, а валевым швабы и арабы! Дядя Славы Гуталин, кабы-кабы-кабы! Дядя Славы Гуталин, кабы-кабы-кабы! У народа отбирать кран газопровода, глупо ведь, ядрена мать, больше нет народа! Нету пенсии, нету квартир, лишь болоток штабы! Да в Чечне стоит сортир, кабы-кабы-кабы! Да в Чечне стоит сортир, кабы-кабы-кабы! А пока у вас, друзья, выбор небогатый! Каловать день от дня за одну зарплату! Или отловим вас кольем безо всяких кабы! И по шопе над даем, дабы-дабы-дабы! И по шопе над даем, дабы-дабы-дабы! Возвращаемся к долгам по программе. Точнее, возвращаем по ней долги! Шеф, я же сказал, я уже всё отдал! Вы, можете, отдали, но вам нет! Где тот ещё советский червонец, который вы скопили за годы советской власти и положили в сберкассу, как сейчас помню, в девяносто первом году? Ой, шеф, вы разве не знаете, когда же цена на рубли так упала, так упала, ой, а что упала, то пропала! Сюда червонец клали? Точно! А где вы эту карточку достали? Теперь изданий этого нет! Вот что на его месте! Неужели всё это построено на наши деньги? Конечно! И всё это, согласно третьему пункту программы, предстоит посчитать, перевести в современные деньги и с процентами вернуть вам на счёт! Ой, побыстрее бы! Коллега, похоже, вам опять захотелось поубирать за кошками! Шеф, но если не сейчас, то когда? Тогда, когда вступит в силу последний, четвёртый пункт программы, по которому первые три станут законом, той самой финансовой конституцией, которая будет определять нашу жизнь ближайшие 15 лет! На этом наша лекция окончена. Запишите, пожалуйста, вопросы к пройденному материалу. Сколько нужно платить налогов с одного рубля, если семь копеек вполне достаточно? Какой должна быть учётная ставка Центробанка, если кредит 5% годовых устраивает всё население? Сколько государства должно моей соседке Баби Мани, если в 91-м году у неё на книжке лежало 500 рублей, а курс доллара тогда был один к одному? Как называется экономическая программа по переходу из королевства кривых рублей в царство прямых рублей, если мы назвали её финансовой конституцией? А чтобы нам легче было усвоить 4 пункта этой экономической программы, предлагаю разучить песню. Принято! АПЛОДИСМЕНТЫ Утром встал, надел трусы, часы, вдруг полдинник просит старший сын. На-на-на-на! На-на-на! Пора нашла потом, ко мне жена, на продукты сотня ей нужна. На-на-на-на! На-на-на! Так живём мы я, ты, он, она, на налоги требует страна. На-на-на! Их до хрена! На-на-на-на! Скоро хана! На-на-на-на! Эй, да-на-на! Нам всем хана! На-на-на! Повернуть бы всё наоборот, чтоб налог не выше, чем доход! Из года в год! Из года в год! Цитрован пускай процент зажмёт, что кредиты взять нам не даёт! Из года в год, из года в год, и сожрёт лучший народ из года в год! Играет музыка! Играет музыка! Субтитры сделал DimaTorzok